И снова всей стране, всей Беларуси мы с большим удовольствием говорим Доброй Раницы! Да, пора просыпаться на студийных 8.22. Надеюсь, что вы уже не спите. Нина Можейко, Ольга Венская, мы приветствуем вас в прямом эфире. И как обычно по средам у нас в гостях Маша Хрусталёва, которая готова поделиться самыми острыми подробностями из мира медиа и селебрити. Доброе-доброе утро! Рада приветствовать вас в студии Доброй Раницы Беларуси. Да, правда, предлагаю начать этот день с острых и позитивных новостей из мира медиа. На днях в Нью-Йорке состоялся аукцион, на котором платье принцессы Дианы было продано за рекордную сумму. Впервые предмет гардероба был представлен в осенней коллекции британского кутюрье Виктора Эдельштейна 1989 года. Диана надевала это платье в 1991 году, когда позировала вместе с принцем Чарльзом для официального фото. А сегодня продавец это частный коллекционер. Он приобрел платье тоже на аукционе, но еще в 1997 за месяц до гибели Дианы вырученные деньги принцессы Дианы направила на благотворительность. А вот на что пойдут вырученные средства на этот раз, пока непонятно. Зато известно, что итоговая цена составила рекордная 604 тысячи долларов. Ну, стоит сказать, что это далеко не единственное знаковое платье принцессы Дианы, но вот даже интересно, что же с ним будет делать коллекционер? А мне интересно, какая выручка в данной истории, да, вот у частного коллекционера, который продает это самое платье, да, ведь он купил ее за некую сумму, и вот сейчас продает за 604 тысячи долларов. Интересно, какая первоначальная была цена, за которую он купил эту сумму принцессы Дианы? Слишком много вопросов, слишком много цифр для утра, мне кажется. Ну, не просто платье, а платье как инвестиция, платье как вложение. Вот что интересно. Ты думаешь, что это такой план? Мне кажется, вот это нас, девочек, должно волновать с утра пораньше. А у меня почему-то сразу я подумала о том, что это связано с пятым сезоном сериала «Корона», что он и так это все прогадал, сейчас это все на пике, обсуждается, и может быть, и сейчас он решил и продать это за такую высокую сумму. Предприимчивый тогда очень человек, коллекционер. Я тебе расскажу так, что это особая история, вкладывать деньги в какие-то знаковые вещи, вещи знаменитости, и получать за это потом деньги. Вот, например, Майкл Джексон оставил, говорят, после себя кучу долгов в несколько миллионов, сотен миллионов долларов своим детям. А ничего, за это время, пока его нет, они уже успели заработать несколько миллиардов долларов, так что долги давно уплачены, еще и в прибыли оказались. Ну вот, кстати, о Майкле Джексоне, да? Кстати, о нем, продают ли его вещи, непонятно, зато про него точно снимают фильмы. И так, например, племянник Майкла Джексона Джафар Джексон сыграет короля поп-музыки в предстоящем биографическом фильме под названием «Майкл». Джафар – это сын Джермина Джексона, брата Майкла и участника «Джексон-файв». Джафару сейчас 26, он занимается танцем и пением с 12 лет. И также уже известно, что авторами фильма выступит режиссер Антуан Фукуа, а еще авторы фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день». В своих социальных сетях Джафар признался, что очень благодарен за роль, которую он получил, а также выложил черно-белую фотографию, на которой он одет, как Майкл Джексон. К слову, весь фильм создается в тесном сотрудничестве с наследниками певца, и это может повлиять на то, как в картине отразят сомнительные стороны биографии Джексона. И тут, конечно же, речь идет о фильме «Покидая Неверленд», в котором Майкла Джексона обвиняют много в чем, это документальный фильм, и тут общественность разделена просто на два лагеря. Кто-то его защищает и говорит, что это все неправда, прошло очень много времени, как же его можно в чем-то обвинять, а кто-то говорит, что «а вот он какой оказывается». У нас у белорусов есть, мне кажется, хорошая поговорка вот по этому случаю, да, об ушедших либо никак, либо... Либо хорошо, либо никак. Либо хорошо, либо никак. Поэтому уже когда человек ушел, то что уже во всем либо обвинять? Обвинять уже нечего, остается только порадоваться за Джафара, у которого начинается карьера в кино, и ждать выхода документального фильма. Ну вот о Майкле Джексоне фильм еще будут снимать. А вот съемки биографического фильма о Мадонне, судя по всему, отменили. Ранее сообщалось, что главную роль в фильме должна была исполнить актриса Джулия Гарнер. Тогда говорили, что певица не могла работать над проектом из-за мирового турне, но на днях стало известно, что производство заморозили из-за поведения Мадонны. Оказывается, продюсеры проекта были озадачены тем, что поп-дива хотела строго контролировать процесс съемок, участвуя в написании сценария и процессе кастинга. При этом представители кинокомпании также смутили и противоречивые публикации в инстаграме певицы. Многие признались, что с Мадонной было крайне тяжело работать и говорят даже, что поп-дива устроила изнурительный процесс прослушивания для актрис. И вот это, мне кажется, очень волнительно. Человек, который прошел наверняка через множество кастингов, не хочется в это верить. Устраивает кастинг и на собственную роль. Но, с другой стороны, это вполне логично. Действительно, она заинтересована в том, чтобы все было на уровне и хорошо. Но тут есть какой момент, что ведь всегда это очень субъективно. И многие вещи мы сами даже трактуем не так, как, не знаю, это видится со стороны и так далее. Как хотел сказать автор. И вообще, стены только у нас в голове. Надо помнить об этом и проще относиться к жизни. Вот. А Мадонне нужно передать, что фильм снимут в любом случае, да, как говорится, с ее согласия. Или без ее согласия. С ней или без нее. Мы бы все на это посмотрели, мне кажется. Потому что, прежде всего, мы говорим сейчас про хорошую кассу, которая наверняка случится, как только этот фильм был снят и поступит в программу. Но я так понимаю, что для нее важен вопрос ее имиджа, то, как будет позиционироваться ее героиня в фильме. Поэтому тут она, видимо, жесткие очень условия поставила. Я тебе скажу так, что и по публикациям, которые она оставляет в соцсетях, с ее имиджем давно уже какие-то неполадки. А я вот как раз-таки поинтересовалась, заглянула в ее социальные сети, и она то ли их чистит очень тщательно. Чистит, чистит. То ли я ничего такого и не заметила. Подумала, ну просто яркие, эксцентричные фотографии в стиле певицы. Я тебе уже за эфиром расскажу, и да, как она может. Хорошо, хорошо, хорошо. Девочки, обсудим. В любом случае, благодарим Машу за такую прекрасную, остренькую подборку новостей. Было место интриги и всему. Мы желаем тебе хорошего продолжения дня. Спасибо и вам. Хорошего, счастливого дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!